всем привет и добро пожаловать на канал bibitaki dolls давайте сегодня поговорим о двух конвенционных куклах 2020 года адель македа и вероника перри этих кукол можно было заказать летом по предзаказу по эскизам то есть вы даже не видели самих кукол как они будут выглядеть только эскизы эскизы конечно же отличаются от того что получится в итоге но я все же рискнула и заказала обеих причем ни капли не жалею потому что обе куклы мне безумно понравились и когда я выбирала кого же взять не знала на ком остановиться поэтому взяла обеих вообще и веронику перри я очень давно хотела в свою коллекцию мне не было этого персонажа и адель мне очень нравится а еще адель была темнокожей и очень люблю темнокожих кукол вообще почему именно эти две куклы дело в том что в 2020 году компании integrity toys исполнилось 25 лет а персонажей вероника перри и адель македа это те персонажи с которых началась история линейки фэшн ройалти и раньше куклам прилагалась легенда сейчас тоже прилагается некая история да но скорее о самом аутфите самом образе этих кукол они персонажи так вот раньше была легенда о самом персонажа и давайте вспомним чтобы узнать что же это за девушки и почему именно они стали первыми и кто они вообще такие вероника перри не родилась графской семье в монако получила блестящее образование и была выращена как светская львица но так вышло что вероника перри оказалась очень умной девушкой и быть просто светской львицы ей показалось очень скучным занятием и она захотела открыть свой бизнес и бизнес был связан с косметикой она открыла свою косметическую компанию которая называлась косметик и в этой компании работала ее подруга по имени киори сато этот персонаж тоже есть в линейке и несколько выпусков киори тоже было и дело в том что киори оказалась не очень благонадежный и все время где-то пропадала и вероника поняла что ей нужна помощь ей нужно дорогое лицо компании для того чтобы не срывать какие-то дедлайны и для того чтобы ее бизнес процветал и вот в один прекрасный день вероника встречает свою школьную подругу с которой они вместе учились в пансионате мадемуазель джоли и они договариваются о том что адель поможет веронике станет лицом ее компании и после чего все становится хорошо и компания процветает адель македа это дочь африканского дипломата она сирота ее мать умерла и ее отправили как раз таки в пансионат мадемуазель джоли на обучение когда она подросла ее призвали обратно к отцу для того чтобы она вместе с ним посещала разные дипломатические миссии разные мероприятия и однажды адель поехала в отпуск в париж решила встретиться со своей старой подругой а не предложила вступить в ряды сотрудников компании косметикс w и адель согласилась конечно ее отец был не в восторге сначала от этого но затем когда он понял что адель счастлива он тоже смирился с этим и тоже стал счастлив таким образом наша вероника и адель это две давнишние еще школьные подруги которые сейчас вместе работают в компании косметикс w основательница которой является вероника перри и давайте сравним их с эскизами то есть что было нарисовано и что получилось в итоге начну с прически прическа действительно очень очень похоже единственное что цвет волос на эскизе казался более светлым более каштановым здесь он темный практически черный и завитушка улица закруглена в другую сторону зови то в другую сторону очки такие же как и на эскизе видно жемчужные сережки здесь они посложнее и платье принципе абсолютно такой же как и было нарисовано на эскизе то есть здесь абсолютное попадание видно перчаточки перчаточки нарисованные на кистях есть дополнительные кисти без них видно браслет жемчужные такой же как на эскизе и здесь еще есть фиолетовая сумочка туфли тоже точно такие же как на эскизе то есть нижняя часть золотистая а ремешки розовые и посмотрим на эскиз вероники эскиз тоже очень очень похож та же самая история с завитушкой на лице она тоже в другую сторону очки на эскизе не показаны сережки тоже видно что они жемчужные но без каких-то подробностей платье один в один то есть такое какое оно нарисованы такое но и есть на самом деле видно розовые перчатки и сделано очень интересно то есть здесь прокрашенные кисти тоже есть дополнительные кисти без этого и надевается сверху такой шелковый рукав присборенный специально выглядит очень реалистично мне очень нравится эта идея интегрити то сделать перчатки именно так потому что вы не мучаетесь надеванием там через пальцы вот этих варежек и стюля нет это выглядит все очень очень реалистично еще на кистях прорисованы швы как на перчатках то есть здесь уже молдирование не под руку а именно отдельный молд под перчатки также было видно браслет не видно было что он такой красивый со вставочкой было видно просто жемчуг также как собственно и у адель у нее здесь тоже есть вставочка из металла и туфли тоже такие же как на эскизе то есть черный носочек и сзади они розовые и здесь добавилась еще ментоловая сумочка это что касается эскизов и давайте просто подробнее посмотрим на обеих кукол что мне понравилось что не очень понравилось вообще начну с того что понравилось мне все это очень качественно сделаны куклы с любовью со вкусом получились они действительно шикарны что вот это да вот это мне не нравится не держатся очки потому что ушки у этих кукол очень маленькие дали надеть дужки на ушки не получается дужки на ушки и в прическу воткнуть эти очки тоже нельзя потому что вы всю эту красоту вот всю эту ракушку разрушите поэтому приходится очень долго мучиться я накладываю эти очки на сережки если вы начинаете двигать куклу они все время падают очень мне нравятся эти платья потому что они стильные красивые шелковый бант сзади само платье атласное с глубоким разрезом потрясающие туфли что у одной куклы что у другой у вероники это черный лак и такой розово блестящий лак он прям с блестками и на каблучке тоже есть эти блестки если потрогать этот каблучок их прям можно почувствовать эти блестки они такие шершавые больше всего я боялась что мне не понравится собранная прическа потому что мне нравится когда у куклу распущены длинные волосы но эта прическа выглядит красиво то есть она не будет какой-то супер прилизы не на макушке чуть-чуть сделан объем и сама прическа собрана в ракушку и прическа супер жесткая то есть я не знаю распускал ли кто-то волос у этих кукол не вижу в этом абсолютно никакого смысла мне кажется там столько клея что даже если его весь вымыть получится какое-то безобразие чего не видно на эскизах на эскизах не видно лица не видно макияж и макияж у этих кукол очень красивый у адель сделаны очень длинные стрелки раскосые глаза длиннющие ресницы тонкие темные длинные брови губы у адель всегда с определенной нарисовкой они с контуром прорисованным чуть темнее чем остальные губы и остальные губы уже покрашены в такую перламутровую розовую помаду на щечках коралловые румяна тени у нее такого серо-сизого цвета и нарисованные реснички очень длинные и раскосые у вероники макияж тоже примерно такой же то есть у нее тоже темные длинные брови тоже раскосые глазки со стрелками длинными толстыми и серыми тенями и нюдовая помада и розовые щечки на мой взгляд ни той ни другой кукле совершенно не подходит их сумочки но это мелочи самое главное что мне больше всего нравится в этих куклах это конечно же их лица потому что они в лучших традициях всего шика кукол fashion royalty мне нравится большое количество разных аксессуаров да несмотря на то что это не гипсет это просто один образ он наполнен огромным количеством разных аксессуаров причем очень красивых мне нравятся вот эти перчатки сделанные нарисованные и мне очень нравится платье платье сделаны одинаково они по одной выкройке одинаково сшито просто из разных тканей и у вероники есть вот такой шлейф банта у адель его нет у нее просто бант единственное что этот бант к сожалению не сидит ровно он немножко все время как-то в бок потому что сзади в самом банте находится застежка она немножко искажает но как всегда все наряды у fashion royalty сшиты просто великолепно они по фигуре максимально точно сшиты и вот это застежка она прям идет по спине ровно-ровно скажу честно я до сих пор не раздевала ни ту ни другую не уверена что монетная система выдержит застегивание обратно этого платья думаю что либо одна либо другая поедет со мной в отпуск в какой-нибудь абсолютно точно и вот тогда я их раздену скорее всего не ближайший потому что европа закрыта этим домом определенно нужно ехать только в европу очень рада что в моей коллекции есть конвенционные куклы и тем более такие красивые я очень рада что я не побоялась и заказал их по эскизам не видя что это будет в итоге потому что получилось очень красиво и надеюсь какие-то такие сюрпризы интегрити то есть нам предподнесет еще в будущем пока что 21 год лично меня вообще не радует из всего что вышло на сегодняшний день я ставила предзаказ на одну единственную куклу какую я пока говорить не буду вы это увидите когда она ко мне придет и надеюсь что дальше будет что-то и поинтереснее потому что пока что это сплошное расстройство лично для меня я вижу что люди прям борются покупают кукол нового года но пока мне просто они не нравятся мне кажется что они очень простые особенно когда я смотрю вот например на этих кукол даст какой детализации с какой любовью они были сделаны и вижу что сейчас выпускает интегрити то есть это земля и небо поэтому пока просто смотрю и прохожу мимо но надеюсь что то впереди будет еще такой же красиво и я смогу вам что-то интересное еще показать спасибо что досмотрели это видео и если вам было интересно то подписывайтесь на мой канал для того чтобы не пропустить следующий обзор и